Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сосредоточьтесь на этом... Получается? Изумительно... Это все фигня. Дело в том, что когда вы смотрите, пытаясь увидеть все, вы в это время не можете думать. То есть мысли в голове отсутствуют. Вот это основная цель. Это можно практиковать в автобусах, на работе. Вас просто не поймут и ничего не скажут вам. Но вы научитесь хотя бы с трех-пяти секунд отключать свои мысли. Видите, вот я уже некоторый день говорил, не было бы вас, не было бы ваших мыслей. И вот, то есть получать так же, как ваши сны, так же, как прочие-прочие. Если бы не было вас, не было бы ваших снов. Поэтому вы, хозяева этого всего, вы позволяете в голове этой каши в бурде как угодно вариться. Поэтому попробуйте вот этот метод. Потом есть еще метод, вот свеча горит перед глазами и пламя свечи даже не колышется. Попробуйте это увидеть. Можно с закрытыми, с открытыми, кому как удобнее. И чтобы пламя свечи не колыхалось. Свеча горит и вот пламя четко, ровно стоит. Тоже в это время нет мыслей. Учитесь хотя бы с трех-пяти секунд, начинайте с чего-то. Хоть как-то начинайте освобождаться от ума, от вот этой вот, не знаю, не буду продолжать, ладно. Потом можно попробовать, есть шикарнейший метод у Нарбекова. Дома, когда сами дома находитесь. Попробуйте карандаш в зубы и держать его в зубах. Если карандаш перегрызли, значит мысли полезны. Если карандаш выпадает на досках, тоже невозможно думать. Выберите для себя, что вам ближе, что вам приятнее, что вам проще. И вот цели медитации вообще всех, это отключиться от ума, отключиться от всего. Многие медитируют там, мы будем медитировать на, ну неважно на что там, на счастье, на деньги, на чего-то еще. Но позвольте, это игра ума, это не есть медитация. Это очень тонкая ум, настолько изворожен, настолько хитер. И это просто игра ума, мы контролируем то, чтобы не контролировало вот это, пусть контролируют эту мысль. Такая вот витиеватая, глупая, запутанная. И мы считаем, что мы медитируем. Медитация, это когда вот хочешь на что-то помедитировать, подумал на эту телу и отпустил. Надо, оно тебе придет во время медитации. Не надо, но слава Богу, то есть или уже вопрос решен, или тебе это сейчас не нужно. Поэтому вот, вот с этого хотелось бы начать, чтобы, давайте еще проще. Сегодня прощенное воскресенье, и я прошу вас всех прощения. И простите, если что не так, что сделал, что сказал. Я желаю вам всем счастья, люблю вас всех, и я очень рад, что здесь столько прекрасных людей, изумительных женщин, восхитительных. Просто вот восторгаешься тем, насколько повезло быть в сообществе таких прекрасных женщин. С наступающим 8 марта вас, аж говорить невозможно, настолько вы изумительны. Я работаю нестандартно, потому что почему-то ко мне пришло, я не могу другого слова сказать, корейство из прошлой жизни. Я работаю больше по Старославянскому, на индийских чашах, по Старославянскому. Это как я приехал в Крым, и мне предоставила фирма, с которой я сотрудничаю, бесплатная поездка в Испанию. Я уже, как говорится, ногу в автобус ставлю, вот реально. Мне говорят, тебе отменили. Я говорю, почему? Ну, ты уроженец Казахстана, гражданин России, проживающий в Крыму. Что-то не так. Так, и вот здесь у меня приблизительно тоже на чашах почему-то идут старославянские методы. Почему-то идет совершенно другое, хотя много чего знаю, со многими общаюсь. И есть такой вот злиться неправильно, ревновать, бояться неправильно, завидовать неправильно. А мы-то и завидуем, и боимся, и ревнуем, и злимся, и это проглатываем в себя. И вот эти все энергии у нас скапливаются внизу живота, на первой чакре. И вот очень часто у многих она забита. Есть еще другие варианты, потому что когда сразу с детского сада и в университет, не пройдя вот основных, то есть попадаются, слава Богу, учителя сильные, а нижняя чакра не проработана, сразу верхняя чакра прорабатывает. И очень много болезней тоже оттуда. Вот, ну мы сейчас о чашах. И вот чаши, когда ставишь на низ живота, прорабатываешь, допустим, я о себе могу сказать, прорабатывая чакры внизу живота, подтягиваешь также органы, подтягиваешь пупок, у многих пупок смещен или опущен. Мы не замечаем, считаем, что это норма, но это тоже вот, а Гулова, к сожалению, он бы рассказал, сколько болезней связано с этим. И вот вы думаете, какой-то там, неважно, какой-то медный тазик или что-то еще поставить на живот, и вот на голый живот лучше, и вот стучать и снизу, и подтягивать, покачать и подтягивать, чтобы он тогда станет на место пупок, органы, вы задышите по-другому, вы будете чувствовать себя по-другому. Потом вот сегодня я играл с утра, изумительно, вы знаете, у нескольких людей сердечки пооткрывались, такой вот, такая музыка пошла. Ну это вообще, я восхищен вам, я благодарен вам. Что еще такого сказать вам? Чаши у меня в основном древние, намоленные, а есть чаши, которым гораздо больше 150 лет, больше 100 лет. Чистыми чаши, ну, настоящими, вернее так, чашами считаются, те, которые были изготовлены до захвата пипета Китая, то есть до 59-го года. И чаши, хорошие чаши, состоят 9-13 металлов минимум. Потому что можно поехать, купить чаши, очень дешевые, ну, нет, ни звука, ни глубины. Хорошие чаши, когда с птицами, несколько треклина, журавли летят, и над нами стились кучи, кружили, кружили минут 15. Мы уже стали переживать, думали, наверное, вообще все уже не улетят. Потом они как-то растарпировались, улетели. Минут через 10 следующая стая прилетает, и то же самое, настолько восхитительно было, как они вот пели, не то, что не курлыкали, а пели просто. Очень интересный опыт у нас есть с рисованием. Мы проводили с ведущими художниками Крыма медитация с последующим рисованием, когда рисуешь не ты, не от ума рисуешь, а когда твоей рукой водит Бог. Ну, вот как иконописцы, допустим, они входят в медитацию, молятся, и потом только позволяют себе прикасаться кисти, чтобы писать картины. То же самое на чашах. И на чашах вот побыть без ума, вне ума, скажем так, наверное, правильнее. Вне ума получается в течение часа у многих. А кто приходит там 3, 5, 7 раз и так далее, постоянно говорят, чаши сегодня звучат по-новому. Очищается душа, очищается то, и тонкие тела, и звуки проходят гораздо глубже. По-другому слышатся и пение птиц, и листочки на деревьях по-другому, и крыши домов другие. Те же воробьи настолько изумительные, прям маленькие ребенышки. И очень советую, вернее, прошу, наверное, так, занимайтесь собой, занимайтесь своей душой. Я очень благодарен, что ваши души привели вас сюда. Не важно, в храм куда-то, что-то еще, что кроме тела есть еще душа. Я очень рад, что вы это помните, что вы пришли за духовной пищей. Тут очень много изумительных людей. Я очень благодарен Гане Михайловне, насколько вот, не знаю, как, сестра, мать, старший товарищ, не знаю даже, как сказать, но восхищен и очень благодарен. И тут столько всего можно подчеркнуть. Это я вчера говорил, что передать невозможно. Ну, я в основном, наверное, мы не скажем, мы покажем. Если, я не знаю, у меня будет еще, нет вегетации. Приходите, вы почувствуете себя совершенно другими, свободными, новыми. И работа, которая происходит с чашами, она минимум 3-5 дней идет. Идет это очищение, идет это наполнение. Вы знаете, как вот в церковь вы придете, допустим, помолились, очистились. Чем вы наполнитесь? Как вы наполнитесь? Как вы будете дальше жить? То есть какой-то стартовый шаг, скажем, можно сделать. Но потом надо поддерживать эту душу в чистоте. Питать ее, неважно, там, молитвы, медитации. Что вам ближе? Не забывайте о душе. Кормите ее. Я вас всех очень люблю. Возьмем все. Помню, вот это вот радио начиналось у меня в детстве. Пусть утро встречает. Прохлада, по-моему, да? Да. Такая музыка была. Ты чувствуешь сразу, улыбаться хочется куда-то идти. И от вот этих звуковых вибраций у нас настройка организма идет очень серьезно. Если какой-то металл, музыка, это, естественно, реагируют внешние центры. И это музыка, а внешние центры, вы знаете, это уровень инстинктов, естественно, ничего духовного в этой музыке быть не может, да? Та же скрипка, если мы ее слышим, у нас такое впечатление, что только в блюдной клеточке открылось окошечко, да, и выбирают эту музыку. И вот эти красивые вибрации очень сильно нас настраивают. Ну что ж, я даю слово нашему прекрасному следующему докладчику. Тема у Александра Ушакова «Подводные камни печени в процессе восстановления, сохранения и накопления ресурсов организма». Пожалуйста.